Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Alpha User Point. В этом уроке мы рассмотрим с вами шаблоны приглашения, зачем они нужны, где это можно использовать. И это, наверное, заключительный урок по компоненту Alpha User Point. После прохождения шаблонов мы рассмотрим оставшиеся здесь инструменты, которые, скорее всего, вы мало будете использовать. Давайте перейдем в шаблоны приглашения. Здесь у нас ничего нет. И создадим первое письмо. Значит, смотрите, имя. Здесь вы можете написать просто имя самого шаблона. Оно не должно фигурировать в письме. Например, тест. Тема письма. Эти шаблоны писем мы можем использовать, заготовки точнее. Например, когда кто-то приглашает человека зарегистрироваться на вашем сайте. Поэтому здесь можно написать сознательный заголовок. Например, приглашение. И здесь, используя вот этот редактор, конечно, можете потренироваться. Можно здесь состряпать очень красивое, например, html письмо. Ниже формат. Можете выбрать html. Отправить копию администратору на ваше усмотрение. Опубликовано. Да. И здесь у нас вот есть используемые теги. Name, custom и link. И здесь еще ссылка help на мануал на английском языке. То есть, как можно это использовать. Смотрите, это у нас теги. Если мы подставляем это в фигурных скобках слово name, то будет подставляться имя пользователя. И как это можно использовать? Например, здравствуйте. И подставляем. Отсюда прям копируем. Прямо в редакторе. Вот так вот. Name. И давайте снова строки посмотрим еще, что значит вот эти вот переменные. То есть, в письме уже у нас не будет вот таких вот переменных. Здесь уже будет подставляться значение. Сейчас вы поймете, как это работает. И вообще, когда вы вот это попрактикуете, вы сможете оформить. Ну, посидеть тут нужно и очень красиво можно оформить вообще письмо. Добавить даже рекламу какую-то свою, ссылочки там. Я, конечно, не пробовал, но возможно здесь можно даже использовать таблицу. То есть, таблицу уже там, например, с залитыми ячейками. Вот у нас есть таблица. Можно потренироваться. Давайте пока отправим вот такое простое письмо. Сохрани-закрыть. И таких писем здесь вы можете создать сколько угодно. Теперь, как это и где это применить? Переходим в меню. Меню. Переходим в пункт меню пригласить друга. И на вкладке, вот на второй вкладке, основные параметры здесь. Как раз таки вот шаблоны приглашения. Вот здесь у нас уже появляется первое наше приглашение, которое мы только что сделали. Оно называется тест. Мы его выбираем здесь. Сохранить и закрыть. Не пропустите мои топовые продукты по джумла. И давайте обновим сайт и попробуем с сайта отослать какое-то приглашение. Email. Я выставляю, кому я хочу отправить приглашение. Имя и сообщение. Можете что-то написать. Это сообщение добавится. По идее, должно добавиться к тому шаблону, который мы с вами создали. Я напишу здесь, например, демо. Посмотрим, как это все будет вместе выглядеть. И нажимаю отправить. Перейдем в письмо. Здесь в заголовке подставляется приглашение. Это у нас слово работает. Сейчас давайте посмотрим. Перейдем в alpha user point. Шаблоны. То есть вот это приглашение, слово, тема. Оно как раз, это слово подставляется в само письмо. Имейте это в виду. Единственное, у меня не сработал почему-то поле name. Хотя откуда браться этим данным? Если мы отправляем человеку письмо, эти данные должны подставляться только если человек уже зарегистрирован. Тогда эта переменная может подставляться. Но если он зарегистрирован, тогда какой смысл его приглашать? Единственное, поле link. У нас подставляется реферальная ссылка, по которой человек может перейти. Точнее, он ее может скопировать. И опять же, лучше, чтобы она была кликабельна. Поэтому давайте посмотрим еще раз на письмо. Custom. Также я не увидел, что это работает. Link тоже. Поэтому я предлагаю вам оформить красиво письмо. Вы пишете «Здравствуйте». Можете написать какой-то предварительный текст. И повесить, например, красивую ссылку. Например, пишем «Зарегистрироваться». Написали «Зарегистрироваться». Выделяем. И здесь мы можем вставить ссылочку. Открыть ссылку также в новом окне. Ок. Чтобы у нас ссылка была кликабельна. Чтобы ссылочка у нас была кликабельна, проследите, чтобы был формат отправления HTML. Потому что в обычном тексте, может быть, она не будет кликабельна. Опубликовано. Да. Это самое, конечно, минимальное. Простое. Вы можете здесь, как я уже говорил, написать, оформить более красиво это письмо. Больше текста. Сохранить. Закрыть. Поле «Имя пишу». И сообщение, в принципе, можно написать, если письмо у нас уже заготовлено. Нажимаем «Отправить». Заходим в полученное письмо. Видимо, какие-то проблемы с этими письмами. У нас при сохранении письма ссылка уничтожается, и мы не можем сделать анкорную ссылку. В таком случае мы можем просто ссылку повесить в текстом в таком виде. И, если это нужно, просто оформить ее красиво. Там, тексты какие-то заготовить. Ну, или в противном случае не использовать шаблоны вообще. Также, если есть желание, компонент бесплатный, можно написать в техподдержку разработчиков. Возможно, они это исправят с выходом следующего обновления. Давайте закроем эти письма и посмотрим, что у нас еще осталось от Alpha User Point. Что мы еще не рассматривали. Ну, остальное все вы будете, скорее всего, мало использовать, а некоторые даже не будете обращать внимания. Интересная кнопка, вот, например, третья активность. Здесь вся статистика, кто сколько заработал, кто сколько потерял, здесь все отображается. Также здесь вот есть, если много, на вторую страницу уходит и так далее. Здесь сказать особо нечего. Можно экспортировать журнал активности, перейти правила сразу отсюда. Двигаемся дальше. Синхронизация пользы мы проходили. Есть кнопка пересчета. Если мы кликнем, можем пересчитать все баллы. Не знаю, где это может быть использовано. И вот, например, сбросить все баллы. То есть, все баллы, по идее, должны списаться на ноль. Давайте попробуем. То есть, у всех участников. Кликаем. Вы хотите сбросить все баллы. Нажимаем ОК. Видим, что здесь баллы исчезают. Если перейдем в пользователей. У всех все по нулям. То есть, мы вернулись как бы в первобытный век, грубо говоря. Дальше установить максимальные баллы. То есть, ну тут все понятно. Максимум баллов. Чтобы больше заработать было невозможно. Дальше. Очистка истекших баллов. Также можно успешно очищено. То есть, если мы перейдем в активность. У нас активность вся почищена. Все по нулям. Категории проходили. Дальше. Статистика. Интересная вкладка. Здесь мы можем наблюдать. Даже вот такая вот карта. Здесь нарисована анимированная страны. Написано, откуда были люди пришли. Здесь вот я почистил статистику. А внизу здесь было показано также, кто сколько заработал. Есть возможность экспортировать именно участников в формате ksv. И также можно экспортировать email адреса. И использовать этот файл, например, в какой-то другой компонент, который поддерживает импортацию такого файла. Объединенная активность. Здесь можно за определенную дату выбрать объединить активность. То есть тоже не вижу большого смысла в этой кнопке. Системный отсчет. Здесь вы можете отправить, скопировав все ваши настройки, разработчикам. Если у вас наблюдаются какие-то ошибки, какие-то проблемы, им будет гораздо быстрее и проще разобраться. Вот здесь есть ссылка «Выделить все». Дальше копируете. Им будет проще разобраться, если вы приложите к своему сообщению вот эти вот все настройки, весь документ. Автоматическое определение новых правил. То есть, как я понял, мы кликаем, у нас ничего не происходит. Единственное, здесь на кнопке меняется текст «Нет». Я так понял, если появляются новые правила от разработчиков, то здесь кнопка это оповещает, что вы сможете загрузить новые правила. Это если я правильно понял. Дальше у нас идет кнопка «О программе». Здесь показана версия, которую вы сейчас используете, и другая информация. Дальше есть «Как создать плагин правил». Лично у меня эта кнопка не работает. Раньше, когда Joomla еще была 1.5, здесь можно было кликнуть и создать какое-то свое уникальное правило. Но вообще правила, по идее, можно создать из самой вкладки «Правил». Здесь есть кнопка «Создать». Но вообще самые распространенные правила, которые могут быть, они уже как бы есть. Есть правила, насколько я помню, коммерческие. Вот список правил, если перейдем. В модальном окне открывается сайт разработчиков. Но я здесь не нашел какие-то дополнительные правила. Раньше были дополнительные бесплатные правила, можно было скачать отдельно. Можно им также написать. По-моему, у них есть плагин, который интегрируется с платежной системой PayPal, чтобы эти, например, баллы можно было еще продавать за деньги. Конечно же, эти правила, они будут платные. То есть вы их отдельно покупаете, устанавливаете в компонент Alpha UserPoint, и уже у вас будет достаточно такое серьезное решение организации вот такой вот виртуальной валюты на вашем сайте. И у нас остается еще кнопка «Help». Также почему-то она у меня как бы не работает. То есть я кликаю, но у меня ничего не происходит. Вот и подошла серия уроков по такому замечательному компоненту Alpha UserPoint, который развивается уже достаточно давно. Будем надеяться, что дальше он будет еще лучше. Спасибо за внимание, спасибо, что вы оставались со мной. Надеюсь, для вас это открытие, этого компонента, если вы раньше о нем не знали, для вас это было интересной практикой. Если возникнут какие-то вопросы, также сможете задать их на моем форуме. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вам тема эта интересна. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все, и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok